Дипл – это очень шустрый онлайн-переводчик, что делает его уникальным. Хотя в сегменте онлайн-переводчиков кажется, что уникальный продукт появиться не может, но посмотрев на Дипл, я понял, что простота и скорость могут приподнять продукт над конкурентами. Примерно так Дипл и позиционирует. Отмечаю еще качество перевода, но тут все субъективно. А простота и скорость в нем действительно завораживают. Так-то формально это обычный переводчик, и мне он интересен был скорее своей мобильной версией, о которой я расскажу в конце. Ну и в версии под браузер есть что-то изысканное и простое. Хотя, может, это я придумываю. Значит, у нас есть два окна – текст и перевод. Это понятно. По каждому слову можно кликнуть, и он предложит варианты замены. Если предложенный вариант вам нравится больше, можно вставить его также одним нажатием. Далее у нас есть словарь, вполне себе подробный. Здесь и здесь. Есть возможность добавить перевод в закладки. Вызывается отсюда. Также есть возможность добавлять файлы, но она появляется только после регистрации. Понимает PDF – это хорошо, но, к сожалению, не понимает тексты. Закидываете файл, перевести – все. Честно говоря, я такой скорости еще не встречал. Ну и по переводу. На мой, конечно, нефилологический вкус. У меня претензий никаких нет. Сравнивая с чат GPT, мне понравилось чуть больше. Кроме того, тут есть советы по улучшению текста. Но работает пока только с английским и немецким языками. Ну, в принципе, это уже так. Вишенка на торте. Понятно, что сейчас этим никого не удивишь. И переходим к мобильной версии, которая, опять же, за счет скорости и простоты, вытеснила у меня в мобильном Google Переводчик. Выбор языка. Возможность поставить автоопределение. Нажимая на кнопку «Вставить», он сразу вставляет текст из буфера. Никаких лишних действий. И сразу выдает перевод. Реально секунда. Кроме того, тут есть возможность голосового ввода и распознавания фото. Для голосового ввода нужно сначала выбрать язык. Автоопределение не работает. Нажимаем микрофончик. И жалко, я не могу показать в прямом эфире. У меня он не дает записывать экран и говорить одновременно. Но распознает он очень хорошо. У меня не допустил ни одной ошибки. Кроме того, это один из немногих голосовых вводов, которые, когда вы говорите слово «точка», понимают, что нужно ставить точку, а не писать слово «точка». Google не понимает. Еще интересно, что если вы сразу после точки продолжите говорить, он продолжит писать. А если сделаете паузу, он выдаст вам перевод. Это максимально сокращает время взаимодействия с собеседником, но тут нужно потренироваться. Что касается распознавания фото. Оно тут в принципе работает. И тоже примерно как у Google. Да, и изобрести тут что-то принципиально новое, мне кажется, невозможно. Заглянем на стройки, которых тут особо нет. Скорость речи – это на озвучке. История переводов включить-выключить. И перевод в любых приложениях. Если вам нужно часто что-то переводить, удобная штука. Включить плавающий значок DeepL. Там его нужно разрешить на стройках, если в первый раз. Появляется маленький такой значок в углу экрана. И впоследствии вы копируете текст, который нужно перевести. Нажимаете на этот значок, и он сразу вставляет этот текст в окно для перевода. Тут у нас, правда, стоит английский. Наоборот. И получаете перевод. Тоже мелочь, но минус два или три лишних движения. Экономия в три секунды по сравнению с Google Переводчиком. Я сейчас пойму тех, кто скажет, что для меня эти три секунды не принципиальны. И для меня они не принципиальны, но зачем их тратить, если можно не тратить. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.